На протяжении двух дней жители Рязани снимали на камеры фонтанирующий и канализационный коллектор. В комментариях под видео граждане выражали свое недовольство насчет бездействия аварийных служб. Сотрудники водоканала ежедневно откачивают воду, но это занятие не приносит плоды. За последние два месяца это третий случай, когда из-под земли на этом месте бьет вода. Они работают днем, откачивают третий день. Диспетчер водоканала сказала, что делают все, что могут. Они теперь направили поток воды из одного колодца в яму. В десяти метрах рядом и стоят на это смотрят. Вот и куда там денется вода? Промоют землю под дорогой, а потом провал. Каждый месяц прорывает. Только перед Новым годом им звонило, приезжали чинить. То ли чинят плохо, то ли просто ничего не выдерживают уже. В среду с утра на месте происшествия были развернуты земляные работы. В результате анализа сотрудники водоканала пришли к выводу, что часть керамической канализационной трубы придется менять. Однако свою работу ответственная организация начала проводить с момента первых сообщений граждан на проблеме. Уже в понедельник. На перекрестке Ленинского комсомола и второй линии улицы районной произошла аварийная ситуация. Произошел засор канализационного коллектора. Соответственно, аварийная бригада выехала. В течение получаса был засор устранен. Но ситуация аварийная до конца была неисправлена. Самотечный коллектор работал под напором. Соответственно, было принято решение проводить гидродинамическую промывку с использованием канала промывочной машины. Проводили эту работу в понедельник. Ситуация нормализовалась. Во вторник ситуация повторилась. Излива на протяжении всех этих работ канализационных стоков не было. То есть коллектор транспортировал стоки, но работал на подпоре. К среде стало понятно, что в конструкцию канализационных труб придется вмешаться. Поскольку эксперты пришли к выводу, что трубопровод оказался поврежденным и стал негерметичным. Было принято решение. По результатам проведения промывки было установлено, что все-таки не имеется места негерметичность трубопровода. Обнаружено повреждение, разрушение керамического трубопровода на участок протяженностью 3 метра. К утру дорожное полотно будет восстановлено в щебеночном покрытии и движение будет в полном объеме запущено. Во время ремонта участка водопровода движение по улице Ленинского комсомола от улицы 2 линии до улицы Пушкина было перекрыто. Объезд осуществлялся через улицу Татарскую. Прием канализационных отходов на момент ремонта не останавливался. Люди могли пользоваться канализацией в полном объеме. В водоканале отметили, что водопровод на улице Ленинского комсомола является проблемным из-за того, что многие трубы устарели. В настоящее время не только в районе городской рощи, но и во все Рязани представители водоканала проводят профилактические мероприятия. В частности, занимаются промывкой коллекторов. Это необходимо для того, чтобы подобные проблемные ситуации не возникали. Однако причинить вред канализации могут и сами рязанцы. В последнее время падает очень сильно культура пользования системой коммунального водоотведения. То есть многие, скажем так, пользуются канализацией как мусоропроводом. То есть чего-то, что мы там только не находим. Соответственно, любой крупный предмет из-за этого может произойти аварийная ситуация. После завершения работ на этом участке водопровод заработает в полном объеме. Часть керамической трубы здесь поменяли на пластиковую. Яма на дороге будет засыпана щебенкой и залита асфальтом. По словам представителей водоканала, с наступлением теплой погоды дорожники будут заниматься полноценным ремонтом асфальтового покрытия на этом участке. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».